Не забудь подписаться и включить колокольчик на моем втором канале Клеопатра ТВ, потому что все стримы и прямые трансляции в ближайшие три месяца будут проходить именно там. Ссылка на канал оставлена в описании. А если вы еще не определились со своим постоянным домом, рекомендую обратить внимание на клан 14 уровня под названием Аверс. Ребята не так давно провели чистку клана и сейчас освободили места для активных десяточек с героями 25-25 и более и 3200 кубками. Как видите в клане постоянный актив, это видно по четыремзначным цифрам в донате у практически каждого игрока. Состав клана взрослый, адекватный, очень общительный. Ребята постоянно набивают фулл и каи, кстати говоря, да, в преддверии ближайших клановых игр очень даже подыскать себе клан. Что касается лиги, то две лиги подряд они держатся в мастере второго уровня и планируют в ближайшее время подняться в чемпион. На КВ сейчас играют небольшим составом 10 на 10 и вот как раз таки для этого хотелось бы и набрать новых игроков, чтобы расширить клановые войны, начиная от 10-го Тонхола. Т-кланы, естественно, оставлю в описании, за более подробной информацией можно обращаться к руководству клана. Если вы зайдете во вкладку новости, то увидите нет, не Брау Старс, а с правой стороны вы увидите объявление, касающееся волшебных предметов. Оно появилось буквально несколько часов назад и если мы зайдем на него внутри, то увидим очень много английского текста. Для того, чтобы было всем понятно, естественно, я перевожу на русский язык и это объявление касается декабрьского обновления. Аналогичная информация есть и на официальном сайте Clash of Clans, так что с ней на английском языке вы можете ознакомиться непосредственно и там. Ну что ж, давайте разбираться. Изменения будут касаться хранения волшебных предметов, которые вы выигрываете в результате участия в операциях с войсками. Что это значит? Как вы знаете, периодически в Clash of Clans проходят различные события, которые указаны на соответствующей вкладочке и там вам в качестве бонусов дают различные волшебные предметы. Многие, особенно те, кто нерасточительный, складывают эти волшебные предметы с топочкой и у них получается, ну, примерно что-то такое. Как вы видите, у меня весьма неплохая коллекция волшебных предметов, хоть здесь я и уже фулловая, полностью FullTH9 и если вы присмотритесь, то около тренировочных зелий у меня написано циферка 8, 8 из 5. Те, кто редко заходят в игру, либо же начали играть недавно, постоянно задают вопросы, что это за баг, почему зелий больше, чем может быть. И вот как раз-таки эти зелия и были получены в ходе выполнения событий. И так как я их не трачу, я не могу приобрести новые у торговца, либо же взять их в играх клана, но я могу их копить, проходя все новые и новые события. Так вот, после выхода декабрьского обновления у нас не будет возможности складировать различные волшебные предметы более того лимита, который у нас здесь указан. То есть для зелий это 5 штук, для книжек и рун, к примеру, это 1 штука. Нельзя будет положить, к примеру, 2 книги героев, даже если вы какую-то из них получили, выполняя события от Supercell. Как это все будет происходить на практике? Если вы достигли максимального количества определенного волшебного предмета и вы хотите положить к себе в клан-касл еще такого же типа, то вы получите автоматическое сообщение о том, что у вас недостаточно места для хранения большего количества волшебных предметов данного типа. Пока вы не очистите место, то есть не используете данный волшебный предмет, либо же не продадите его за гемы, вы не сможете получить новый. До окончания события вы будете иметь возможность продать волшебные предметы, либо же использовать их и получить выигранные волшебные предметы за прохождение событий ровно до того, как событие закончится. То есть не обязательно забирать предметы прямо вот в ту же секунду. Вы можете сделать это позднее, главное не пропустить окончание события. В конечном счете, что у нас получается? Если у вас есть свободное место для определенного волшебного предмета, он автоматически добавляется в ваше хранилище, то есть все абсолютно точно так же, как раньше и было. А вот если у вас нет места для хранения данного волшебного предмета, то у вас появится сообщение об этом, и после чего вы сможете забрать волшебные предметы из событий, если только вы не пропустили его окончание, то есть сделали это вовремя. Вот такая ситуация у нас будет после декабрьского обновления, напишите в комментариях, нравится ли вам это нововведение, либо же наоборот нет. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить свежие новости. Всем хороших войн, пока-пока!